Добрый вечер. Сегодня в эфире Ной Антапан программы Вектор и наш гость из Украины Александр Мусенко. Александр, добрый вечер. Я вас приветствую. Добрый вечер. Привет. Во-первых, я очень благодарен за то, что вы вышли с нами в эфир. Я знаю, какая у вас ситуация с энергетикой. И надо, наверное, сказать, что мы еще планировали на прошлой неделе, но из-за бомбардировок энергетическая инфраструктура Украины значительно пострадала. И в связи с этим, посмотрите, очень многое, что изменилось на фронте за последние сколько месяц. До этого вроде война шла как война, и Россия старалась не бить по инфраструктуре или хотя бы просто тупо не била. Что произошло, и почему вот этот вот агрессивный настрой нечеловеческий перешел, в общем-то, грань, когда перед началом зимы стали уничтожать инфраструктуру? Как вы это оцениваете? Как вам это видится? Вы знаете, на самом деле, в принципе, российские войска постоянно пытались уничтожать те или иные объекты, и было 2-3 волны. Первая волна, это было нанесение ракетных ударов по нефтеперерабатывающим заводам украинским и по нефтебазам. Это было в конце весны, это был май месяц, когда расчет России был в том, чтобы создать в Украине серьезный топливный кризис. И мы видели, что у нас возникли определенные проблемы на заправочных станциях, то есть был дефицит топлива. Но на определенный промежуток времени дальше мы это все решили. Из-за поставок из Европы мы наладили эту ситуацию. Потом были попытки уничтожить инфраструктуру транспортную, когда наносились удары по подстанциям и по железнодорожным объектам. Инфраструктурным таким образом пытались российские войска разрушить украинскую железную дорогу для того, чтобы создать нам проблемы с логистикой, перемещением войск, средств и так далее. Это не удалось сделать. Ну а сейчас мы перешли к атакам непосредственно на энергетические объекты. Это можно называть очередным этапом усиления этого ракетного террора против гражданских объектов. И в принципе, конечно же, почему именно сейчас избран этот период? Ну это объясняется тем, что это все накануне зимы делается. Расчет на то, чтобы создать в первую очередь мирным гражданам проблемы с электроэнергией, отоплением, водоснабжением и так далее. Расчет на то, что это будет оказывать давление на людей в том, что они будут готовы прекратить сопротивление и будут готовы принять какие-то российские условия. Ну и плюс, это в принципе методы ведения войны российскими войсками. Тут же обратите внимание, что как только происходят какие-то действия на поле боя, а тут произошло успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении, то сразу ужесточаются вот такие действия. То есть происходит ужесточение обстрелов именно гражданской инфраструктуры. Я, кстати, хочу напомнить, почему я связываю, кстати, вот эти события. Удачное контрнаступление украинских войск в Харьковской области и освобождение практически всей области от российской оккупации и того, что произошло с усилением ракетных обстрелов объектов энергетики. Дело в том, что еще во время проведения шанкайской организации сотрудничества в Самарканде, там, где у президента России Путина была пресс-конференция, у него спросили журналисты, а что будет делать Россия, вот каков будет ответ и реакция на то, что пришлось отойти из-под Харькова, и фактически Украина взяла под контроль эти территории. И он сказал, что мы уже начали посылать определенные сигналы и будут еще. И что произошло в этот момент? В этот момент произошли удары по электростанции в Харькове и удары по гидротехническим сооружениям в Кривом Роке на реке Ингулец, которые там были разрушены. То есть это с прямого указания непосредственно российского президента происходят такие военные преступления против гражданского населения с точки зрения военной, они не имеют каких-то преимуществ, потому что они не влияют на ситуацию на фронте непосредственно, они прямо не имеют какой-то корреляции. Но с точки зрения того, чтобы доставить очень серьезные проблемы в энергетике и в экономике в целом украинскому обществу, украинскому народу, ну, наверное, вот такой расчет воевать с мирным населением, пытаясь сломить сопротивление. Вопрос, который очень активно обсуждается, это, конечно, вопрос по так называемому срыву зерновой сделки. Это, ну, я вообще-то не очень понял, что они срывают, потому что и из чего они выходят. Потому что вроде как после сообщения сухогрузы выходили из украинских портов и шли по направлению к своим заказчикам. В то же время вчера пришло сообщение о том, что один из британских страховщиков отказался страховать сухогрузы, которые будут в дальнейшем выходить из Украины до тех пор, пока, и многоточие. То есть пока что непонятно. Как вы это оцениваете? Ну, понятно, они объявили, что это в связи с очередным уничтожением очередного флагмана российского флота, который пошел по известному маршруту, но все-таки действительно причина в этом или все-таки есть какая-то другая причина? Понимаете, в чем ситуация? Вообще абсурдность этого всего, на самом деле, в том, что Россия постоянно обвиняет Украину в том, что мы оказываем какие-то там преграды. То есть мы, в принципе, всегда выступали за то, чтобы были открыты украинские порты. Мы в этом заинтересованы в первую очередь. Ну, кто как не мы. То есть в чем наш интерес устраивать блокаду самому себе? Нету, конечно, такого интереса. Поэтому мы прикладывали все усилия, но мы обратились также к мировому сообществу, поскольку тут необходимы были гарантии дополнительной безопасности военной и гарантии того, что грузы будут проходить, гражданские суда будут проходить без угроз фактически, каких-то военных нападений. И отсюда возникла эта сделка. Россия тоже на нее пошла. Она подписала соответствующее соглашение. Более того, если припомните, то одним из условий того, чтобы Россия вошла в эту сделку, было то, что они выторговали от Запада частичное смягчение по санкциям, которые касаются удобрений минеральных для сельскохозяйственных работ. То есть были приняты условия, и все работало. Работало действительно. Украина выполняла свои обязательства, Турция свои. Генеральная ассамблея ООН, насколько могла там, свои. А дальше произошел вот этот инцидент под Севастополем, в Бухте, когда Россия начала обвинять Украину. И знаете, до чего они договорились? Они договорились о том, что они требуют гарантии безопасности от Украины. То есть вообще нарушена логика. То есть Россия остерегается настолько Украину в Черном море, они настолько неуверены в своем черноморском флоте, что требует от нас гарантии безопасности. Ну и в принципе это все использовалось исключительно для шантажа, исключительно, я думаю, для того, чтобы попытаться с российской точки зрения выторговать ограничения по санкциям еще, увеличить, возможно, какие-то свои экспортные возможности по вывозу своего зерна российского и так далее, исключительно по надуманным поводам. Более того, я хочу отметить, что если Россия говорит о том, что мы используем какие-то военные методы тут в Украине, используя свое право на самооборону, гарантированное международным правом, то я хочу отметить, что на следующий день после того, как летом этого года была подписана зерновая сделка, Россия нанесла два ракетных удара по инфраструктуре Одесского морского порта. Об этом надо помнить. И Украина ничего не говорила о том, что мы прекращаем, о том, что мы от своих обязательств отходим. Мы все равно продолжали. А то, что Россия направляет по Одессе дроны Камикадзе, а то, что они ракеты отправляют, они обстреливают Одессу и Одесскую область, не только, и Николаевскую, которая имеет. Они обстреляли Очаковский морской порт, погибло два человека, вот буквально не так давно, несколько дней назад. Два сотрудника этого порта, они погибли там. То есть они же используют военные методы и нас обвиняют в том, что мы каким-то образом им угрожаем. Это вообще абсурдность ситуации. Но, насколько я понимаю, сейчас они все-таки, скажем, где-то немножко успокоились и все-таки собираются в эту сделку вернуться и движение кораблей будет продолжаться. То есть вы оцениваете ситуацию так, что они все-таки вернутся в зерновую сделку даже без... Да, я думаю, что вернятнее всего да, потому что все-таки там же, понимаете, на них турецкий фактор имеет влияние в силу разных причин, там это можно обсуждать, но он, видимо, имеет какое-то влияние. И там Турция так активно взялась за переговоры с российской стороной очень, потому что с нами тоже, но с нашей стороны все понятно, по-моему. То есть мы же сказали, что мы со своей стороны, пожалуйста, порты открыты, можно вывозить, отгружать зерно, нет вопросов. Но если... Только если Россия будет соблюдать обязательства, если будет гарантия какой... Понимаете, вообще в идеале, на мой взгляд, было бы, если бы это все осуществлялось под наблюдением миротворческого контингента, который в той или иной форме был бы создан под эгидой ООН, например, под эгидой других международных организаций, и который мог бы в гуманитарных целях, мы же говорим о гуманитарных целях, о продовольственной безопасности, о борьбе с голодом в мире, мог бы контролировать обеспечение вот этого зернового коридора, контролировать именно безопасность и гарантировать. И тогда бы не было зависимости от настроений в Кремле. Когда они захотели, мы выходим из сделки. Захотели, мы остаемся. Это абсолютно, как мне кажется, несостоятельная позиция. Абсолютно. Потому что мы не можем зависеть от, скажем так, от того, в каком настроении кто-то где-то в Кремле или в Москве проснулся, и по каким надуманным причинам решил обвинить Украину, выторговать для себя какие-то условия по санкциям, и при этом шантажируя не только Украину, а и страны, куда это зерно должно было бы пойти. Да. Фактически, да, действительно. Это страны, собственно, африканские, Ближний Восток. Это достаточно такой тяжелый разговор. В то же время надо понимать, что Россия рада бы и в дальнейшем делать подобные вещи, которые заставляют мировое сообщество считаться с ее, скажем так, настроениями. Я хотел бы вопрос задать, который у нас активно обсуждается, и который, собственно, очень болезненный во время обсуждений уже внутри армянского общества. У нас, ну, во-первых, у нас огромная диаспора в Украине живет. Ну, не диаспора, это община, потому что она живет с самого начала создания вообще украинской государственности, и, по факту, это люди, которые там, это частичка украинского государства. В то же время мы видим, насколько, ну, скажем так, бесчеловеческие условия создаются, и никак не видим выхода. То есть, как по-вашему, как вы видите, чем закончится эта война? То есть, я как социолог, у меня есть, скажем так, список из четырех пунктов, которые один мрачнее другого на будущее. То есть, но мы иногда ошибаемся. Социологи вообще известны тем, что признают тем, что иногда мы ошибаемся. У меня намного важнее, у меня создается впечатление, намного важнее, как внутри Украины воспринимается возможное завершение вот этой войны. Потому что, на самом деле, именно Украина может сказать, баста, и война закончилась. Все остальные игроки вынуждены будут с этим согласиться. Так вот, где, по-вашему, вот этот предел? Вы знаете, ну, во-первых, я могу сказать, что, наверное, не только социологи ошибаются. Вообще, людям свойственно ошибаться. И да, такова их природа. К сожалению, и на счастье, но так оно и есть. Ошибаются все и разные научные сотрудники. И военные разведки, даже ведущих стран мира, иногда допускают ошибки. То есть, да, свойственно. Но, что касается вашего вопроса, понимаете, как, даже если мы скажем, баста, и даже если мы, скажем, хватит, давайте остановимся, нет гарантии, что эти условия устроят Россию, и они будут готовы остановиться. То есть, мы уже пробовали сказать, хватит, давайте остановимся. С 2015 года, да, у нас были Минские соглашения. Ну, мы же зафиксировали там, да, статус того, что там мы готовы будем принимать какие-то решения после режима прекращения огня, вывода там российских войск и так далее. Но ничего, ни к чему не привело это. Эта ситуация, она продлилась до 2022-го. Мы, фактически, 7 лет прожили в такой состоянии, в таком, что конфликт был на востоке, да, он был на Донбассе, там постоянно были перестрелки. И там все это продолжалось. Плюс была аннексирована часть украинской территории, это Крым, полуостром, и была часть востока Украины в оккупации. И все это привело к тому, что в 2022 году мы получили полномасштабную войну. То есть попробовав договориться раз и попробовав пойти на какое-то мирное решение, да, и какие-то компромиссы. В 2015 году это нас не уберегло. Мы вроде бы и хотели сказать, давайте мы зафиксируем сейчас линию и пойдем как-то договариваться политически, какие-то искать решения. Но это не уберегло от будущей агрессии. Более того, эта агрессия готовилась, это видно по российским телеканалам, по российскому телевидению, с какой ненавистью, с какой агрессией они говорили о существовании вообще независимой Украины, как они пренебрежительно говорили о том, что есть киевские власти, а не украинские. Они, к слову, до сих пор эту риторику используют. Это элементы, которые складываются из разных частичек, но складывая в одно, получаешь картину, что Россию вообще не устраивает в том или ином виде существование Украины как независимого государства. Их, наверное, бы устроила Украина с элементами, скажем, с декорациями государственного суверенитета, с декорациями того, что мы самостоятельно и принимаем какие-то решения, но наряду с тем, во что сейчас превращается белорусская, наверное, государственность, то есть под диктат непосредственно из Кремля, которая вынуждена принимать те или иные решения. Вот такой вид их бы устроил. Но это не устраивает украинский народ. И поэтому у нас сейчас есть понимание, что если мы сейчас это остановим, на что Кремль, возможно, был бы и готов пойти, получить передышку на несколько месяцев, ну минимум на зимний период, а дальше на несколько месяцев, они могут поднакопить силы и пробовать идти дальше. То есть пробовать оккупировать еще большую часть Украины, аннексировать полноценно, например, Запорожскую область в полном объеме, как они хотели, либо там оккупировать еще части украинского государства. У нас есть просто сейчас это понимание. И для нас просто ситуация в том, что без того, пока мы не получим каких-то гарантий безопасности, в том числе, Во-первых, для нас очень важно нанести серьезный урон военной машине России, для того, чтобы их путь восстановления занял не два-три месяца, а хотя бы несколько лет. Почему? Потому что это время и для нас, которое мы можем использовать, если в будущем мы снова станем на грани какого-то конфликта. Второе. Для нас очень важно выработать международные механизмы поддержки Украины в этой ситуации. Украина презентовала и показала киевский договор о безопасности. Он обсуждался тут в Украине, он сейчас обсуждается на Западе, который предусматривал бы фактически заключение военно-политических союзов, ведущих западных стран с Украины. Это Ю-24? Что-что? Это Ю-24 знаменитая? Да, это подобный механизм. Это киевский договор о безопасности. У нас есть группа так называемая Ермака Расмуссена. Расмуссен – это бывший генсек НАТО. Ермак – это руководитель офиса президента. Они занимались, они презентовали условия. В чем суть? Суть в том, что мы хотим закрепить статус, который есть де-факто, когда Запад нам сейчас помогает, предоставляя помощь. Закрепить это де юре на бумаге, чтобы это были договорные обязательства. Это не простой путь, мы это понимаем, но этим путем необходимо идти. То есть нам необходимы гарантии. Мы понимаем, что мы должны укрепляться изнутри. Это наша цель. Без этого никак. Но и гарантии, в том числе, оборонительные союзы с другими странами. Потому что у нас на сегодняшний день нет понимания того, что Россия готова действительно, не то, что нет понимания, мы не готовы сказать с ответственностью о том, что Россия готова, во-первых, выполнить условия украинские для переговорного формата и готова уйти с оккупированных территорий. И во-вторых, что они не готовы продолжить агрессию в будущем. Пока что со стороны России этого не видно. Пока видно, что они хотят зафиксировать статус-кво. Ту линию сейчас по фронту, которая есть. Подписать какое-то перемирие на уровне военных, может быть, Министерство обороны, на других ведомств. И вот в такой парадигме продолжать существовать. То есть фактически, чтобы мы де-факто признали тот статус, который есть, что Россия оккупировала часть нашей территории и пыталась ее незаконно аннексировать. Но у нас такой сценарий на сегодняшний день украинской и украинской... Та же самая история. Да, я понял. У нас та же самая история. То есть Россия фактически проводит эту политику по всему посоветскому пространству. Хотя меня будет больше. У нас ситуация какая. После Арцарской войны они ввели какие-то свои войска, которые назвали миротворцами. Они сейчас там стоят, они одновременно с этим, так сказать, играют в поддавки с Азербайджаном. И в то же время они профинансировали, ну, грубо как профинансировали, давайте так, оказали поддержку Азербайджана во время вот сентябрьской агрессии, когда Азербайджан зашел уже на территорию России. И Евросоюз выслал сюда своих представителей для того, чтобы они на границе стояли и контролировали. Но ситуация, которую вы описываете, то есть, а давайте мы вот сейчас статус-кво зафиксируем. Это типичная российская ситуация, она нам хорошо известна, она по большому счету, ну, скажем так, преступна и безальтернативна с их точки зрения. Но в то же время с этой ситуацией надо бороться. Так вот, как с этим бороться? Я вижу эту проблему в Украине как решают. Ну, естественно, военным путем. Выход на границе девяносто первого года. Поэтому я хотел бы вот коротко, действительно коротко, потому что военные аналитики много и, в принципе, у нас ее смотрят и читают. Но есть какие-то ключевые вещи, надеюсь, которые вы нам скажете. Два вопроса у меня. Херсон и, собственно, вот насильственная эвакуация гражданского населения из Херсонской области. С чем это связано? И второй вопрос это насколько вероятна, так сказать, ситуация, когда к началу зимы на Востоке все вернется к границам, скажем так, 15-го года. То есть, все те части Луганской области, которые были захвачены уже после февраля 24-го, Украина отобьет и вернет себя обратно. Вот эти два вопроса. Что касается Херсона, на сегодняшний день, я думаю, что там стоят две задачи перед российскими войсками. Первое, это максимально сдерживать украинское контрнаступление и оттягивать, потому что они думают, что каким-то чудным образом смогут перегрузить туда, возможно, дополнительные силы, чтобы удержать все-таки Херсон. И второй сценарий, мне кажется, он более реалистичный, и мы его наблюдаем сейчас. Это то, что перед российскими войсками там стоит задача удерживать украинские контрнаступательные действия с целью обеспечения отхода основной группы российских войск с тяжелым вооружением, артиллерии и так далее. То есть, они хотят сохранить как можно больше своего вооружения и своих войск и переправить их на левый берег. Что им, конечно же, не в полной мере удается, потому что достаточно эффективно действуют вооруженные силы Украины. Но вот это задача. И с этим связана эвакуация мирных жителей, с этим связана эвакуация оккупационных администраций, которые переведены вообще на юг Херсонской области, в Скадовск. Есть такая информация. Поэтому под давлением все-таки украинских сил они понимают, что удержать плацдарм на правом берегу Херсонской области становится все тяжелее. И, вероятно, его оставление и отход оттуда это вопрос времени. Что касается Востока, то ситуация там неоднозначна, поскольку на одном из направлений идет контрнаступление украинских войск, это Луганская область, Сватова, Кременная. И мы подходим там и освобождаем часть за частью украинскую территорию. А с другой стороны есть еще такие направления как Бахмут и Авдеевка, там вагнеровцы и российские войска пытаются штурмовать. Это уже происходит на самом деле следно. Они безуспешно пытаются штурмовать, там все равняют с землей, но мы сдерживаем наступление. И они там, конечно же, тоже несут потери. И есть, скажем, предположение думать, что учитывая то, как они будут тратить свои силы, мы сможем где-то переходить там точечно и в контратаке. Поэтому можно сказать, что до конца года есть основания предполагать, что линия фронта изменится в украинскую пользу на юге и на востоке. Будет ли это до позиции 24 февраля, или 23 февраля этого года сказать сейчас тяжело, но то, что удастся еще деоккупировать часть украинской территории до конца этого года и на востоке и на юге, я думаю, что однозначно. Спасибо. Еще один вопрос, который вот сегодня буквально я прочел, кто-то из западных СМИ напечатал, что начиная с февраля Запад Украине предоставил военной помощи на сумму соответствующую 80% военного бюджета России. То есть речь идет и о финансовой помощи, ну и естественно все переведено в деньги, все Аймарсы, все М777, вся артиллерия и все такое. В то же время Россия как бы закончилась сама, вместе с тем, что с советского времени осталось, и стала клянчить у тех, у кого хоть что-то есть, кто им не отказывает. Вопрос медленно приходит керанским дронам. Насколько ли они эффективны, насколько вот это вот создалась информационная, так сказать, ну скажем так, волна? Потому что, когда просто анализируешь, что в нем и сколько долетает, создается впечатление, что там в принципе шума больше, чем эффективности. Или может я не прав? Шума действительно много. Он летит очень громко. Его очень слышно. То, что шума действительно много, это так. Дело в чем с иранскими дронами. То есть в принципе действительно я с вами согласен, что это не какой-то инновационный продукт, который можно разбирать и рассказывать, показывать пример. Он достаточно просто сконструирован. Как оказалось, у нас уже были возможности у наших технических специалистов и военных его посмотреть. Внутри какая там начинка, как он работает. В принципе там микс комплектующих различных стран. Это и китайские, это и российские, есть и западные, есть в принципе те, которые могли быть произведены в Китае, скопированы копии, то есть некоторых западных компонентов. То есть это все присутствует в принципе как такового иранского, то что произведено именно в Иране, наверное, не так. хотя я допускаю, что возможно они смогли наладить комплектующие какие-то производства и у себя. То есть это можно допустить, там ничего такого сложного. И в принципе в чем скажем так, в чем была ситуация, загвоздка с ними. Дело в том, что они использовали систему наведения по GPS, американское мы знаем системе. И в принципе у нас были даже способы их заглушить, то есть обрывать им связи со спутниками и соответственно дрон ослеплен. Он не видит цели и он может упасть где-то над рекой, над которой летит поле и так далее. Но потом они придумали просто вот такую свою, как они думают, наухавую фишку, когда поставили антенну, которая наводится по глонасу российскому спутнику и российской системе. И тут у нас стали возникать трудности в плане их перехвата антидроновыми системами, хотя и это уже решили. А так в принципе можно сказать, что где-то преимущественно 80-85% их сбиваются теми или иными средствами, начиная от того, что их сбивали пулеметом калибра 12,7 миллиметра, что в принципе реально учитывая его скорость, заканчивая тем, что сбивают с ПЗРК различных, которые есть у нас на вооружении, заканчивая тем, естественно, что сбивали в том числе и средствами противовоздушной обороны, такие как БУК, зенитки и так далее. То есть в принципе с ними уже научились бороться, они уже не представляют столько угроз. К сожалению, да, некоторые долетают до своих целей, они бьют по там инфраструктурным, энергетическим и другим объектам, но вот буквально статистика за предыдущие сутки свежая, что было запущено 13, сбито 12. Один попал в цель, к сожалению, по одному из объектов, но большинство их было сбито. Поэтому в принципе на сегодняшний день с ними уже как-то способы борьбы изучили и конечно же они не настолько страшны. Они еще оказывают какой-то психологический эффект, потому что да, на это тоже рассчитан, на этот звук, который где-то проносится над городами и так далее. Но в целом от них уже не такая аж серьезная угроза, мы научились с ними бороться. Но это же не останавливает Россию, они все равно заказывают дополнительные, там еще и Араш-2 хотят заказать дроны. Но и более, мне кажется, угрожающие в этом пути и опаснее это все-таки баллистические ракеты, которые может Иран передать России. Здесь, кстати, очень много здесь вопроса обсуждается, потому что с июня месяца, когда первый раз прошла информация о том, что россияне написали, что собирается дроны поставлять, потом это подхватили западные. В Армении очень многие удивленно смотрели, буквально с квадратными глазами, потому что в это время активно шли переговоры по ядерной сделке, и вот никак не вязалось, то есть вот абсолютно не вязалось и никакого смысла в этом не было. Потом, чем дальше, тем больше, потом пошла информация, что чуть ли не 2000, ну 2000 это тоже, потому что они всего-то 800 выпустили, то есть на 2000 им понадобится несколько лет, чтобы выпустить, в это я абсолютно не верю, но в то же время, вот недавно была у нас такая встреча, мы обсуждали в очередной раз украинский контекст, и один из наших экспертов сказал очень такую интересную вещь, а не думаете ли вы, то есть мы, мы сидели, что иранская позиция по войне в Украине, определенной части иранского общества и establishment, потому что Иран сам, то есть на уровне гражданского, насколько это возможно, руководства, он отрицает, в то же время там есть знаменитый Ксир, корпус стражей исламской революции, который имеет собственные какие-то структуры, но не думаете ли вы, что иранская вот эта позиция, это ответ на пиар-акцию, устроенную Украиной Байрактаром, здесь достаточно такая тонкая грань, потому что Ближний Восток это дело не просто тонкое, это очень тонкое, потому что иран, и Турция имеют грубо говоря своих прокси, которые периодически закупают вооружение разное, и по факту получалось, что после Арцахской войны и вдобавок Украина, Турция получила огромное преимущество, и сейчас Иран на самом деле показал, что его оружие не менее эффективно, о некоторых вопросах даже более, если вы когда-либо встречали такое мнение в Украине, и вообще что вы об этом сами думаете? Вы знаете, не встречал, скажу откровенно, на самом деле мы сейчас, вы знаете, опять же таки, откровенно скажу, начали уделять внимание, я там в сферу более каких-то, скажем так, понимания важности и региона, и понимания важности влияния происходящего на события, стараюсь тоже быть, знаете, ну не только там что ли европоцентричным, там или западноцентричным в плане того, что понимаешь, что мир больше, и необходимо обращать внимание на события, которые происходят, но Иран у нас вошел сейчас в обсуждение буквально в связи с темой дронов и в связи с темой военно-технической помощи России, и до этого у нас был, я думаю, ну все знают и помнят, довольно-таки неприятная ситуация, трагическая, когда был украинский самолет в небе над Ираном, да, то есть и ситуация, которая возникла дальнейшая, но в целом мы тут меньше этот вопрос обсуждали и тем более, конечно же, не обсуждали версии того, скажем так, чему приведут последствия покупки Байрактара военно-технического сотрудничества с Турцией, потому что в принципе Турция, очевидно, это сотрудничество наносит тоже прагматический характер для нас, мы нашли возможность, наши специалисты сказали, что это то, что нам нужно по беспилотным системам, и мы в принципе их начали закупать и сотрудничество там на нормальном уровне. Но вот что касается непосредственно Ирана, мотивов и всего происходящего, сейчас у нас очень серьезные начались дискурсы, мы сейчас очень активно включаемся вообще в ситуацию и в регионе, и пытаясь понять, каким образом в том числе мы можем препятствовать этому нежелательному, я скажу откровенно, для нас это сотрудничество нежелательное, потому что это помощь России, когда у нее возникла кризисная ситуация. Ну, понимаете, они бы, наверное, не говорили о баллистических ракетах возможностях с Ирана, если бы у них было достаточно Искандеров. Наверное, так бы вопрос не стоял, либо если бы у них их беспилотники, компания Кронштадтское вооружение мог производить в достаточном количестве необходимых технических характеристиках. Поэтому это действительно важно, то, что происходит. Сейчас мы пытаемся, скажем так, и на экспертном уровне так же сам налаживать какой-то диалог, понимать, для того, чтобы все усилия направить в то русло, чтобы Иран не предоставлял оружие России, для того, чтобы, возможно, донести еще больше о природе этой несправедливой агрессивной войны России против Украины. И тут, конечно же, в этом плане ведется работа. Но вот честно вам скажу о том, что это может быть ответ за Байрактары, откровенно говоря, я не задумывался. Но, возможно, будет повод об этом еще раз подумать. Ну, я не говорю о том, что это единственное условие. Конечно, здесь есть и очень долгая попытка Ирана получить российские технологии, в которых периодически было отказано. Но, несмотря на отказ России, Иран, допустим, в прошлом году запустил свой спутник. Так что, у него даже 40 лет под санкциями как-то прошли более или менее спокойно. И в результате, как мы видим, и, к сожалению, вы тоже видите уже, грубо говоря, на своем фронте, их технологическое развитие прошло дальше, чем российское. условно, потому что, ну, как бы, россияне все, что могут предъявить, это советские разработки, а Иран как бы новыми разработками берет даже российский рынок. Ладно, если оставим этот вопрос, вообще глобально, возвращаясь в регион, да, Украина фактически вынуждена будет сейчас рассматривать весь большой, так сказать, регион, потому что на первый взгляд абсолютно не имеющее к делу отношения Саудовская Аравия может повлиять позитивно или негативно на войну в Украине, да, то есть, если Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, это негативно сказывается на российской экономике. То есть, это значит ли это, что война уже переходит из нравственно-эмоциональной плоскости в плоскость рациональную, но, к сожалению, уже мировую. То есть, вы сказали уникальную вещь, в течение войны вы пытаетесь понять, что делать с Ираном, как с ним работать, даже, то есть, надо было до, конечно, но сейчас это обсуждается и есть необходимость. Но... Да, это контекст, да. Да, это означает, что вот сейчас в процессе войны война переходит из, грубо говоря, отечественной эмоциональной в такую рациональную войну, где приходится привлекать других акторов по другим этим самым. Мне это видится так? Насколько это правда? Насколько это так? Да, мне кажется, что да, потому что мы видим, война, она расширяется, пускай не милитарным путем, то есть, не с использованием оружия обязательно, хотя с предоставлением военно-технической помощи, но расширяется в плане расширения поля противостояния, которое усиливается, и это заметно, и не только вот... Сейчас мы это замечаем, например, у нас даже на северо-западном фланге, если можно так сказать, начну с него, ведь обратите внимание, что если раньше в риторике Александра Лукашенко была ситуация вообще белорусской власти действующей, были якобы условные угрозы со стороны Украины, мы помним всю эту карту, которая стала мемом, как якобы готовилось нападение с Украины на Беларусь, и поэтому у Беларуси не было другого пути, как только предоставить свою территорию для пуска ракет российских по Украине и для того, чтобы заходили российские войска. Сейчас что добавилось? Сейчас обсуждается то, что не только с Украиной угроза, уже видите, из Польши, из Литвы, уже вчера было сообщение от руководителя белорусского КГБ о том, что Польша там проводит развертывание и маневры на границе, то есть уже еще враги, да, и сегодня в эти дни Шойгу проводит совещание министра обороны России с белорусской армии, я так понимаю, пытаясь чуть ли не взять их под контроль уже фактически. Плюс дальше, мы видим, что происходит дальше, это то, что так или иначе уже начинают затягивать и в Дальний Восток, потому что мы же помним заявление и обвинение российского президента о том, что якобы Корея, Южная Корея поставляет Украине вооружение и так далее, и ситуация северная сейчас, то, что там происходит, и мы видим ситуацию на Ближнем Востоке тоже, которая меняется, которая тоже влияет, и вовлечение в это игроков таких, которые, мы понимаете, ну как мы могли с Саудовской Аравией рассчитывать на помощь, они предоставили гуманитарную помощь в Украине, да, по гуманитарным там некоторым опциям действительно, но в принципе решение, которое мы так ожидали, в том числе и на ОПЕК, я имею ввиду то, как раз, что вы озвучили по нефти, и то, что было бы важно для нас, принято не было, и в этом тоже были определенные вопросы, сейчас мы видим, что фактор, кстати, фактор Саудовской Аравии, он имел еще одну роль при обмене пленными, они помогали Украине вернуть пленных из российского плена, и в принципе на этом, собственно говоря, ограничивалось, а сейчас мы видим то, что даже я хочу вам сказать, что раньше, когда проходили первые форматы Рамштайнов, когда приглашали страны Ближнего Востока, там был и Израиль присутствует в формате Рамштайн, механизма предоставления Украины вооружений, там присутствуют некоторые арабские страны, но сказать, чтобы их удалось вовлечь там на первых порах очень активно, нет, потом они стали привлекаться более активнее, ситуация действительно меняется, она затрагивает все больше игроков, все больше наружу выходит ситуация вообще противостояния, это кстати еще и потому что Путин активно работает на аудитории некоторых стран, когда говорит о защите традиционных ценностей, противостоянии Западу, неоимпериализме, расизме, чего он только там не наговорил всякой вот этой ереси, потом делает определенные там посы в сторону того же Ирана, что видите убили Сулеймани генерала, взяли и убили и так далее, он пытается формировать вот сейчас клуб государств, который якобы выступает за более многополярный мир, но проблема в чем? Проблема в том, что у России нету привлекательной модели развития, которая могла бы затронуть большинство этих стран, то есть у них нету повестки дня, которая бы без войны, без агрессивного сценария могла привести к чему-то и дать что-то в будущем, у Запада есть своя концепция, ее можно критиковать, говорить хорошая, плохая, со своими проблемами и так далее, даже у Китая есть определенная, у них своя там концепция экономического развития, инвестиции и так далее, что приведет возможно там какому-то расширению своего влияния и господства и так далее. Россия помимо военных сценариев не предлагает и сейчас она пытается навязывать в том числе и вопросов военных сценариев агрессии и разрешения каких-то в том числе спорных ситуаций через войны тем странам, на которые она имеет влияние. И это влияние сказывается негативно и поэтому таким образом они конечно хотят расширить зону этого конфликта для чего? Для того, чтобы потом Путин мог выйти где-нибудь в Георгиевском дворце и сказать смотрите, мы же не одни, вот посмотрите, там же тоже так решают свои вопросы, вот они нас поддерживают, вот они с нами и так далее. Вот как мне кажется выглядит эта ситуация. Понятно, в общем ничего веселого с Путиным нет. то есть по факту получается, что вот мы сколько времени уже говорим, я все время возвращаюсь к мысли, то есть война может закончиться только когда не будет Путина. Вот выходит как-то так. Крахом, понимаете, крахом имперской идеологии, крахом путинизма, ладно. А возможно ли это? А я думаю, что да, мне кажется, что в этом должны были бы заинтересованы сами граждане России. Почему? Потому что список из четырех пунктов, которые негативные у меня, как у социолога, именно в том, что российское общество, то есть это и есть коллективный Путин. Вот я боюсь именно этого. Возможно, возможно да, так оно выглядит, но мне кажется, что даже у самого закостенелого общества, которое было поддано влиянию очень серьезному, все-таки при каких-то потрясениях и изменениях может происходить не то, что переоценка ценностей, а пересмотр ситуации, взгляд на события по-другому. Такие примеры тоже были в истории. И как мне кажется, ответ тут в том, что даже не Путин, то есть даже не Путин, а другой человек при власти. Пока Россия формирует свою повестку дня и свою политику, так как об этом писал Сурков, бывший помощник Путина, о том, что если Россия будет заглядывать внутрь и пытаться решать свои проблемы, то ее ждет крах, поэтому она должна выживать за счет экспорта хаоса, экспорта агрессии и войны. И он об этом писал и неоднократно об этом обозначал. Вот до тех пор, пока у них такая повестка дня, до тех пор, пока они живут неоимперскими амбициями, обвиняя других в каком-то неоколониализме и так далее, а сами за собой этого не замечая, до тех пор мне в сложном, скажем так, выдается ситуация, что это может измениться. Но другой вопрос, понимаете, коллективный Путин, не просто Путин, а коллективный Путин, может очень серьезно ошибаться и эти ошибки могут привести к тому, что будет довольно-таки больно распрощаться со своими иллюзиями. То есть мне кажется, что вот сейчас даже, когда все чаще я думаю, вы обратили внимание, как Путин непосредственно и, скажем, его приспешники начинают говорить о страхах распада России. Я вам хочу сказать, что мы в Украине так часто об этом не говорим, как мы сейчас чувствуем, как видим с территории России. А почему вдруг они об этом стали говорить? Вот почему они начали говорить о том, что это может случиться, это может произойти, нам угрожают, Запад нас хочет там каким-то образом развалить и так далее, и так далее. Потому что, мне кажется, они чувствуют внутри ситуация, меняется постепенно, где-то глубинное вот это, где-то вот тот же глубинный народ, о котором писал и Сурков, и другие деятели, идеологи путинского режима, начинает либо бурлить потихоньку, и мы этого пока не видим, потому что это глубинно происходит, либо что-то происходит в ситуации с самой России, Россия же страна очень большая географически, и проблемы, которые начала вскрывать мобилизация, когда губернаторы разных регионов начали выступать и высказывать свое недовольствие теми или иными шагами, это тоже, тем более, понимаете, все-таки Россия тоже переживает сейчас своей вот истории современной, новый опыт, у них тоже не было всеобщей, я называю это всеобщей мобилизацией, это не частично, и не было столько людей с оружием, не было недовольств, которые возникали, поэтому посмотрим, это тоже какая-то новая страница, которая может чему-то привести. Я надеюсь, что все, к чему это приведет, для нас закончится хорошо, и для Украины, и для Армении, я благодарю вас за эфир, я надеюсь, что мы в скором времени еще встретимся, уже при новых каких-то оперативных победах, я попытаюсь до вас дозвониться и вывести вас в эфир, чтобы мы военные участия обсудили. Спасибо большое, в эфире была программа «Вектор». До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok